Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях старший инспектор группы предоставления государственных услуг информационного центра ОМВД России Паризанской области Батайкина Анастасия Петровна. Здравствуйте! Какие услуги оказывает Ваш информационный центр? Информационный центр ОМВД России Паризанской области предоставляет гражданам следующие государственные услуги. Выдача справок о наличии и отсутствии судимости, выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий, проставление о постели, справка о привлечении лица к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ. А какие услуги наиболее востребованы? Самой востребованной государственной услугой является получение справки о несудимости. Сегодня я хотела подробнее рассказать о данной услуге. Многим категориям граждан требуется подтвердить факт отсутствия судимости. Данный круг довольно обширен, так как он требуется всем государственным и муниципальным служащим, таким как учителям, врачам, сотрудникам детских садов, детских лагерей и многим другим. Требование предоставить справку о несудимости установит Родовой кодексом Российской Федерации и согласно статье 65-й входит в перечень документов, предъявляемых при заключении Родового договора. Расскажите о способах подачи заявления. Наиболее распространенный, но длительный способ подачи заявления на получение справки о несудимости является в ходе личного посещения ведомства отделения полиции, либо в отдел МФЦ в ближайший год Рязань, либо Рязанской области, независимо от места вашего проживания, либо нахождения. Каждане самостоятельно приходят в отделение полиции, либо в многофункциональный центр, подъявляют паспорт, заполняют соответствующие документы для написания заявления о несудимости и предоставляют копию документа, удостоверяющего личность, копию страниц паспорта со сведениями о его личных данных, страницы по месту прописки регистрации и страница о его отношении к воинской обязанности, независимо от того, имеется отметка о воинском отношении, либо нет, и предоставляют данную копию к заявлению. Максимальный срок получения справки до 30 дней. После изготовления справки заявитель вновь обращается в отдел полиции, либо МФЦ, где он написал заявление, и в ходе личного визита получает готовые документы. А можно ли подать заявление через портал госуслуг, и если да, то как это сделать? Да, конечно. В ходе реализации указа президента Российской Федерации 2012 года появился самый быстрый и удобный для граждан способ получения и подачи заявления на получение справки у несудимости через единый портал государственных услуг. Гражданин, не выходя из дома, используя свои личные документы, паспорта и снил с пенсионного страхового удостоверения, регистрируется самостоятельно на портале госуслуг. Ранее для успешного подтверждения учетной записи гражданину необходимо было обратиться в любой центр обслуживания, либо получить код подтверждения по почте. Сейчас же, если гражданин является клиентом одного из банков, интернет-банков Сбербанка Онлайн, Тинькофф Банк, либо Почта Банк, то он может, опять же, не выходя из дома, используя личный кабинет вашего банка, подтвердить учетную запись для дальнейшей регистрации на портале госуслуг и уже самостоятельно подать заявление. Так а как именно подается заявление через портал госуслуг? После успешной регистрации на портале госуслуг гражданин заходит на сайт. В соответствующем разделе он выбирает в соответствующей строке наименование получения госуслуг, в нашем случае получение справки о несудимости. В открытом бланке он заполняет настоящие реквизиты и отправляет заявление в наше ведомство, в информационный центр, которым указывает заявление. И данное заявление измельчительно поступает в информационный центр и обрабатывается гораздо быстрее, чем гражданин, если бы написал данное заявление в МФЦ либо в отделе полиции. Более того, у нас появился новый способ подачи заявления. То есть если гражданин на портале госуслуг указывает, что он желает получить только в личный кабинет, то готовая справка направляется также ему в личный кабинет на портале госуслуг. Соответственно, ему необходимо только распечатать готовую справку с личного кабинета. Если у гражданина нет принтера, то готовую справку можно отправить в соответствующую электронную адресовую работу дателя. Справка будет подписана усиленной электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел. И данный электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным, который ранее был подписан и имел синюю печать. Для удобства граждан в городе Рязани в подразделении информационного центра по адресу города Рязань, улица Веденская, дом 106, установлены бесплатные компьютеры для доступа в сети интернет. Соответственно, если гражданин не имеет дом в доступе в сети интернет, он может к нам обратиться. И мы с помощью сотрудников, которые в настоящий момент работают, приемные граждане помогут его для регистрации на портале госуслуг и в том числе подать необходимую государственную услугу. График работы приемных граждан для подачи заявления по вторникам с 9 до 14 часов и четверг с 13 до 18 часов. Все необходимые консультации гражданин может получить по телефону информационного центра 29-75-02, 29-75-03. Какие ошибки люди чаще всего допускают при подаче заявления? Да, действительно, такие ошибки существуют. Граждане часто не указывают ранее имевшиеся свои установочные данные, то есть ранее имевшиеся фамилия, имя, либо отчество. Если человек проживал, либо пребывал ранее на территории Российской Федерации в другом субъекте, и он не указал данный регион проживания, в том числе, если он проходил армию. И в другой момент, самая распространенная ошибка, при подаче заявления необходимо прикипеть электронный образ к заявлению, образ своего паспорта. Часто граждане используют фотографии из личного архива. Поэтому, если граждане подают на портале госслуг самостоятельно, им необходимо убедиться, что в личном кабинете ему пришло уведомление о принятии заявления. Как долго рассматривается заявление? Заявление рассматривается в этот же день, как только человек подал через портал госслуг. И, соответственно, ему направляется мотивированный отказ принятия заявления, либо уведомление о принятии заявления к исполнению. А если гражданин проживает в другом регионе или в другой стране, может ли он подать заявление об отсутствии судимости? Если гражданин находится на территории другого государства, то граждане Российской Федерации, лица безгражданства, либо иностранные граждане могут подать заявление на получение справки о несудимости через консульские учреждения Российской Федерации. Можно ли получить готовую справку по почте? Нет, это невозможно, потому что административным регламентом это не предусмотрено, и человек сам, либо через своего полномоченного представителя обращается в то подразделение, где он подал заявление на справку о несудимости и расписывается в соответствующих документах. По почте данная справка не направляется. А сколько справка будет храниться в информационном центре и каков ее срок действия? Справка будет храниться в течение трех месяцев с даты регистрации заявления в информационном центре. Соответственно, если справка будет признана невостребованной, по истечении трех месяцев она списывается в дело, и заявитель она уже не может выдать на руки. Срок действия справки административным регламентом не установлен, и работа дателем определяется самостоятельно, как часто он желает проверять своих сотрудников на наличие и отсутствие судимости. Как заявитель узнает о том, что справка готова? Если справка готова, гражданин, который указывает заявление в свой мобильный телефон, получает СМС-оповещение. Если гражданин подавал через портал государственных услуг, то в личном кабинете будет написано соответствующее уведомление о готовой справке и где в какие сроки необходимо получить готовую справку. А если человек проживает в каком-нибудь городе или работает в другом городе, ему обязательно ехать в Рязань для того, чтобы получить эту справку? Нет, не обязательно. Если он находится на территории Российской Федерации или в другом субъекте, он может обратиться в ближайшее отделение полиции, в ближайший отдел многофункционального центра, в любой информационный центр на территории Российской Федерации, а также через портал государственных услуг. Можно ли получить справку не за себя, а за своего родственника или знакомого? Да, можете. При предъявлении доверенности установлены в соответствии законам Российской Федерации. Можно ли получить справку без доверенности? Без доверенности только можно в отношении несовершеннолетнего лица при наличии документа, подтверждающего факт родства. Возможность получить справку через портал госуслуг сильно облегчила жизнь людей. А какие еще преимущества есть у этого? С развитием информационных технологий очевидно, что будущее за получением государственных услуг в электронном виде. Соответственно, портал государственных услуг быстрее и удобнее сделал работу граждан на получение многих государственных услуг. Безусловным преимуществом является сокращение сроков в предоставлении услуги, доступность и возможность граждан подать из дома за получение государственных услуг, круглосуточная доступность, уменьшение финансовых одержек граждан. Анастасия Петровна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова